Подведение итогов. В столице Заполярья завершился межрегиональный форум «Здоровые дети. Здоровая Арктика». О том, как прошло долгожданное событие года, в сюжете моей коллеги Натальи Дуркиной. В трехдневную программу форума были включены лекции, встречи медиков с родителями, мастер-класс по реабилитации и прием пациентов, которые проводили аллерголог-иммунолог и детский кардиолог. То, что приехали специалисты такого уровня в наш город, очень удобно проводить консультации, консультировать ребенка, динамику смотреть, как у нас это подвигается, не объезжая из этого города. Но так как мы к этому специалисту попали первый раз, она сказала, что мы имеем возможность приезжать в Архангельск, она попросила приехать в Архангельск с дочерью, сдать определенные анализы определенным методом, который мы еще не сдавали, и надеюсь, что мы попадем, но нам надо будет выехать в июне, она пригласила нас на консультацию туда. Одно из главных составляющих здоровья детей – здоровое питание. Именно этому была посвящена большая работа, которую представили на форуме. Работу по исследованию питания детей в образовательных учреждениях, в частности, имеется в виду школы. Это как городские школы, так и сельские школы. По результатам этих исследований тоже были сделаны определенные выводы и даны были конкретные рекомендации. В этих конкретных рекомендациях имеет место отражение, что дети в определенных субъектах федерации должны, питание должно быть с учетом их каких-то климатогеографических особенностей. Главная задача форума – объединение усилий региональных властей, экспертного медицинского и педагогического общества по выработке мер, направленных на укрепление здоровья детей и увеличение продолжительности здоровой жизни в северных регионах. В педиатрической помощи в условиях Крайнего Севера основное внимание – необходимо уделять профилактике именно профилактике, потому что когда профилактики нет, то потом получаем уже заболевание, а когда заболевание – это уже лечение. Поэтому в условиях Крайнего Севера, безусловно, необходимо профилактировать. Это должно быть нормальное питание, чтобы это было в образовательных организациях, чтобы оно было обогащено в том числе микронутриентами различными и витаминами, я уже повторяюсь. Плюс еще оздоровительные мероприятия, физкультурно-спортивное развитие, образование. Много на самом деле нюансов было затронуто на форуме. В рамках форума прошла научно-практическая конференция для медработников. Для нас, для врачей, это был особый такой праздник в нашей медицинской среде, потому что, к сожалению, у нас редко такое бывает, и мы хотели бы, чтобы такие форумы проводились регулярно, еще чтобы была возможность у каждого врача выехать в большие города в Москву, в Санкт-Петербург на конференции, где мы не только получаем новые знания, а в медицине это не просто необходимо делать, что всегда появляются новые стандартные лечения, новые препараты, ну и, конечно, это общение с другими коллегами из регионов и возможность побыть на ведущих клинических базах, посмотреть сложных пациентов. В завершение форума была принята резолюция. В резолюцию были включены следующие предложения, это основные, которые я хочу сказать, это достижение целевых показателей в программе развития детского здоровья в Ненецком автономном округе. Дальше предлагается проработать вопрос по предоставлению витамина D всем детям Ненецкого автономного округа. В настоящее время предоставляется только бесплатно детям до года. Затем проводить обследование на витамин D, на железо детей Ненецкого автономного округа раз в год, а также по обследованию щитовидной железы. Межрегиональный форум «Здоровые дети. Здоровая Арктика» проводится с целью повышения уровня компетенции медицинского персонала Ненецкого округа и направлен на реализацию программы оздоровления детей региона. Наталья Дуркина, Елизавета Кабанова, Леонид Шишилов, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Продолжение следует...